Здравствуйте, это рынки, в студии Левтина Пинкальская. Новый день и новое ограничение для российских инвесторов. Одна из крупнейших криптобирж мира, Binance, сегодня заявила, что ограничит счета российских пользователей, на которых хранятся более 10 тысяч евро. Что это значит для держателей криптовалюты, что с ней будет дальше, подробно обсудим с экспертом чуть позже, но прямо сейчас краткий обзор того, что происходит на рынках. Российский фондовый рынок открылся с попытки роста, продолжая вчерашнюю неплохую сессию, но к текущей минуте индекс Мосбиржи в минусе. Но, правда, минус этот сокращается, еще буквально полчаса назад терял индекс Мосбиржи полтора процента, сейчас уже всего минус четверть процента. Ну а индекс РТС прибавляет схожую величину полтора процента за счет нового укрепления рубля. К текущей минуте российская валюта торгуется уже около 75 рублей. Ну и, кстати, аналитики, опрошенные коммерсантом, считают, что на следующей неделе рубль может укрепиться еще больше за счет того, что будет подготавливаться рублевая ликвидность для уплаты налогов. Пик как раз этого периода налогового придется на следующий понедельник. Ну, между тем, новостной фон по-прежнему представляет собой такое усиливающее санкционное давление. Сегодня Джо Байден выступит с заявлениями по ситуации вокруг Украины. Выступление запланировано на 16.45 в московскому времени. Ну и если, что касается Европы, раньше такой центр грубых антироссийских заявлений был во Великобритании, то сейчас он переместился во Францию в преддверии, видимо, второго тура выборов. Так, французский концерн NG заявил сегодня, что может обойтись без российского газа, который составляет порядка 20% в его балансе. Ну и помимо этого, во французском МИДе заявили, что эмбарго на импорт нефти из России необходимо ввести в ближайшие недели. Нефтяные котировки, в том числе на фоне этих заявлений, сегодня продолжают свой рост. После обвала во вторник баррель Brent торгуется около 108 долларов ближней фьючерс. Ну и обсудим сейчас вот эту самую яркую, пожалуй, новость сегодняшнего дня. Ведущая мировая криптобиржа ограничила пользователей из России. Клиенты российские, у которых на счетах больше 10 тысяч евро, отныне не могут пополнять отчет или торговать на бирже. Можно эти средства только вывести. Что это значит? Обсудим с нашим гостем. К нам присоединяется Андрей Воронков, основатель консалтинговой компании Воронков Венчурс. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Евро-Союз вообще в принципе боится. Не раз уже об этом заявляли, что россияне будут с помощью криптовалюты обходить санкции. Вот по вашей оценке, насколько вырос, на ваш взгляд, объем сделок россиян с помощью, с использованием криптовалюты? Можно было ли эти сделки совершать ранее через кошелек, заведенный на криптобирже Binance? Вы знаете, ну поскольку в целом транзакции с помощью криптовалют являются либо анонимными, либо псевдоанонимными, думаю, точные картины того, насколько он возрос именно за счет россиян, сейчас нет ни у кого. Но в целом наблюдается рост криптовалютного рынка, несмотря на прогнозы, что из-за повышения ставок ФРС он будет себя чувствовать хуже. Потому что во многом криптовалюты являются антиинфляционным активом, и тем не менее, несмотря на попытки ФРС обуздать инфляцию, тем не менее, криптовалюты растут. Думаю, что это, очевидно, связано с тем, что не только россияне, но и вообще многие игроки на мировой экономике начинают посматривать или использовать более активно криптовалюты. Используют Иран, например, Венесуэлу уже давно. И, в принципе, вполне логично, что российские, соответственно, компании уже давно часть своих сделок, ну, там где-то, возможно, проводят с помощью криптовалют. И физические лица тоже. Андрей, вот касательно решения конкретно биржи Binance, как вы его оцениваете? И тоже только дополнительный вопрос. В целом, распространена ли была практика держать такие крупные суммы, ну, там, относительно крупные 10 тысяч евро, именно на кошельке в криптобирже централизованной, или все же, скорее всего, такие крупные суммы держатся, например, на холодном кошельке? Вы знаете, в целом, те или иные проблемы у российских пользователей с биржей Binance начались еще в том году. И по разным, как бы, каналам, публичным и непубличным, руководство Binance старалось, ну, достаточно заранее донести до российской аудитории, что могут возникнуть какие-либо проблемы. Опять же, на данный момент сейчас речь идет, скажем так, не о полной блокировке, а об ограничениях. То есть, люди, у которых больше 10 тысяч евро на счету, они не могут проводить торги, но у них есть возможность вывести деньги с этой биржи. Вот, соответственно, то, что это произойдет, в целом было ожидаемо. У Binance довольно большой бизнес в Соединенных Штатах и в Европе, поэтому они, ну, видимо, пошли, как бы, на, ну, соответственно, на поводу своих, как бы, глобальных бизнес-интересов. В то же время есть разные централизованные биржи, у которых разные доли, там, в Европе, в США и какие-то. Централизованные биржи, скорее всего, никаких санкций вводить не будут. Помимо того, что, в целом, с прошлого года, ну, и ранее уже началось очень активное перемещение пользователей криптовалют на децентрализованные биржи, в том числе на так называемые кросс-чейн биржи, потому что биржи централизованные, они, ну, большую имели, как бы, ценность с точки зрения перевода криптовалют из одного блокчейна в другой. Сейчас уже в этом году очень много появилось так называемых мостов, которые позволяют децентрализованным образом переводить криптовалюты между разными блокчейнами. И, в целом, даже без этих, как бы, санкций, доля централизованных бирж, она все равно бы снижалась в преддверии, в том числе, усиления регуляции в США и в Европе. Поэтому, в целом, американские и европейские пользователи тоже уходят от централизованных бирж в пользу децентрализованных. Да, Андрей, тогда вот какая была бы ваша рекомендация российскому инвестору, который хочет вкладывать деньги в крипту, предположим, у него счет явно, средства меньше 10 тысяч евро, ему стоит все-таки оставаться на Binance или все-таки в текущих условиях лучше уходить на децентрализованную биржу? Какие там есть риски? Ну, некоторые плюсы у централизованных бирж есть. Это если вы потеряете, например, ключ доступа, то если у вас сделан реальный ваш KVAC на реальный паспорт, возможно, легче будет восстановить доступ. Но с точки зрения, конечно, санкций, регулирования децентрализованной биржи, они намного интереснее. И там на данный момент немножко технически сложнее переводить криптовалюты между блокчейнами. Но в целом в этом году особенно появилось уже очень много мостов, и все возможности для этого есть. Если же криптовалюты используются не столько для инвестирования, сколько для международных расчетов, можно взять один блокчейн, там наиболее крупный, типа эфириума, взять некостидиальные долларовые стейблкоины, в предыдущих выпусках РБТК про них говорилось, и использовать их для международной торговли без каких-либо ограничений. Потому что ограничить перемещение криптовалют, если приватный ключ от вашего кошелька находится у вас, невозможно практически. Да, рекомендацию поняла. Андрей, последний вопрос. Вчера появилась информация у «Известий» со ссылкой на свои источники. Они сообщают, что ФНС прорабатывает возможность разрешения российским компаниям совершать внешнюю торговлю за криптовалюту. Вопрос такой, если уходить, опять-таки централизованные биржи сейчас россиянам недоступны. На децентрализованных достаточно ли был бы ликвидности, чтобы ее приобрести и как-то торговать? Ну, в целом ликвидности много. К тому же есть еще арбитраж. Если приходит большая ликвидность на децентрализованной биржи, она просто начнет отсасываться с централизованных, собственно, ликвидности. Ну, суммарно сколько там, 2-3 триллиона долларов в криптовалютном рынке. Думаю, что этого будет вполне достаточно. И, конечно же, переход экспорта на криптовалюту был бы ходом конем, который не только позволил бы обходить санкции российским компаниям, но также, скорее всего, произвел бы очень мощный репутационный эффект поддержки криптовалют и усилил бы отказ от доллара и евро жителями Европы и США. Потому что, я подозреваю, инфляция в США и в Европе частично обусловлена переходом на криптовалюту их жителей. Спасибо большое, Андрей. Запрет со стороны Binance на российских пользователей, у которых больше 10 тысяч евро, на счету обсудили с Андреем Воронковым, основателем консалтинговой компании Воронков Венчурс. Ну и, кстати, в тему криптовалюты сегодня стало известно, что под санкции США попал один из крупнейших в России операторов дата-центров по майнингу криптовалюты, BitRiver, и все связанные с ними компании. То есть усиливается давление не только на криптобиржи, но, соответственно, на криптомайнеров.